Привет, ребят! Мне передали новую камеру GoPro Hero 6 Black, и я вам сейчас расскажу, почему. Так, я собираю чемодан и могу вам немножко рассказать про эстафету. Я участвую в тревел-эстафете вместе с GoPro, и мне передал эстафету Ярослав Шураев. Вы можете посмотреть у него видео про Донбай, очень красивое. Я оставлю ссылку на него тоже внизу и где-нибудь здесь. Я уже соскучился по Китаю, поеду буквально на пару дней и поделюсь с вами своими впечатлениями. Всю поездку я буду снимать на GoPro 6, потому что она маленькая, удобная, и для активных всяких поездок подходит просто супер-мега круто, а мои поездки обычно активные, так что посмотрим, как она себя проявит. В этой поездке у меня, к сожалению, не будет моря, но как-нибудь в следующий раз в какой-нибудь поездке я обязательно вам покажу, как она снимает под водой, потому что, что меня больше всего радует, ей больше не нужен чехол. Можно просто окунать под воду, плавать и снимать. Итак, я хочу прогуляться по старому Гуанчжоу. Зашли в метро, и я заметил то, что здесь нету сидений, то есть все люди стоят, и сидений есть буквально вон там, в конце вагона. Так прикольно, и он весь такой синий, разрисованный, но кажется, это реклама, кстати, алкоголя. Вышли из метро с Вадимом. Вадим, привет! Кстати, ребят, мне очень нравится этот исторический район Гуанчжоу. Посмотрите на архитектуру, я вам показывал еще до этого, но она просто шикарная. Сделано все в таком немножко европейском стиле, и похоже здесь на Вьетнам. Я просто фанат вот этих районов и этой архитектуры колониальной. И здесь вот такие вот атмосферные улочки, где висит одежда, здесь есть всякие парикмахерские одежды, видите, прям вот просто вешают в обычном проходе, который даже им в принципе не принадлежит. Здесь же прям женщина ремонтирует обувь, кстати, именно женщина-сапожник, не мужчина, например, как обычно в России бывает. Вышло солнышко, смотрите, какое оно красивое. И я дошел до самого-самого-самого-самого любимого здесь Гуанчжоу района. Здесь такие вот кирпичные красивые коттеджи, наверное, даже их можно назвать, но все это в таком китайском стиле и очень много растений. В этот раз я вот только что говорил Вадиму, что я кайфую в Гуанчжоу от растений, потому что я в последнее время просто обожаю растения и хочу себе домой. Вадим, что ты делаешь? Селфи. Ладно. Я ими управляю, смотри. Они просто думают, что еды им кинешь. Вышли к парку, и прямо посреди парка стоит велосипед, потому что их можно бросать где угодно. Они работают с мобильного приложения, я вам как-то рассказывал про них, и люди бросают их вот где хотят. И такой самый маленький типичный китайский парк. Здесь вот просто, не знаю, сидят люди, отдыхают, бабушки, дети играют. И, как всегда, есть вот такая вот небольшая площадка. На площадке всегда есть взрослые люди, которые просто занимаются физкультурой. Ну и детки здесь тоже есть. Обязательно попробовать что-нибудь китайское. Пришли в кафешку, поесть прям китайской лапши. Будем пробовать что-то вот наподобие такого. Кстати, я никогда здесь не ел. И только без мяса. И сама кафешка выглядит, кстати, очень прикольно. Ну и, конечно же, что мне нравится в Китае, бесплатная вода горячая, всякие соусы. Здесь острый соус, тоже острый соус. Это уксус и тоже уксус. Короче, мне нравятся, что напитки, всякие чаи, вода бесплатная. Смотрите, как мы будем делать заказ. Вадим сейчас просканировал QR-код. Официантка к нам не будет приходить. Заказ делается через мобильный телефон. Такая скидка, да, будет тогда? Да, 3 юаня будет. Что 3 юаня? Если закажешь на 3 юаня, 3 юаня скидка. А, то есть, получается, 10% скидка будет. Прикольно. Но если у вас нет мобильного телефона или нет интернета, то вы можете заказать через официантку. И, как сейчас популярно в Китае, кухня открытая. То есть, каждый может прийти и посмотреть, как они готовят. Кстати, они вот готовят в перчатках, у них есть маски. И вот эта вот лапша, которая у них знаменитая. Вот она. И здесь же, получается, вот это вот тоже можно взять. Это все бесплатно наложить на свою лапшу. Здесь, получается, сама лапша их фирменная. Орешки. Какое-то растение. И острый-острый вот этот вот соус, который был снизу. Вон он. Видите? Вот. Как вкуснятие. Да, это безумно, ребят, вкусно пахнет. Это прям такой вот этих вот слюни. Нам принесли битые огурцы. Это тофу. А это просто салатные листья в остром соусе. Давай, Вадим, скажи, как тебе? Это очень вкусно, но очень остро. Серьезно? Прям очень остро? За все, что вы здесь видите на столе, мы отдали 50 юаней. Я доел. Но у меня просто горит весь рот. Это было офигенно вкусно. Этот острый соус, он бесподобный. Вадим еле доедает. И у него вообще весь нос был в испарине даже. Не могу уже. Ну, давай доем. Хочу поехать в Йеншо. Мы приехали на вокзал. Едем в мой любимый Йеншо. Все, мы сели в поезд. Я успел взять свой кофе. Билет, кстати, стоит 117 юаней. Нам ехать километров 700, 600 где-то так примерно. И ехать там 2 часа. Прибыли в Йеншо и попали сразу же на вот такой местный рынок, где местные крестьяне продают свою же продукцию. Здесь же прям мясо, цветы, всякая зелень. И сейчас сезон помелы. Вон королек хурма. Не знаю, что это именно точно продается. И апельсины. Все очень дешево, кстати. Хочу покататься на велике и на байке. Мы тут катаемся по деревне. И здесь коровы ходят, разгуливают. Корова, тебе нужно отсюда пройти. Сейчас. Ого, как она прыгает. Привет. Вау. Нифига себе, какая она быстрая. Вот это типичный вид для этой местности Йеншо. Посмотрите, как прекрасно отражаются горы в воде. И с этой стороны тоже красота. Но, кстати, если вы видите, то дымка. Сейчас грязный воздух. Я только что сидел и смотрел видео, которое я наснимал на GoPro шестерку. И, ребят, это просто что-то с чем-то. Я просто офигеваю от качества, потому что вы знаете, что все предыдущие ролики я снимал тоже на GoPro. Но то, что сейчас, это вообще что-то с чем-то. Мне очень нравится, что камера начала снимать в 4К. Сейчас я возьму в аренду байк с Вадиком. Мы поедем кататься и фотографироваться. Я хочу фотки в Инстаграм. Еще один минус. Очень грязный воздух. По-моему, красный уровень опасности даже здесь в деревне. Это печально, блин. Китай, что ты делаешь со своей экологией? Остановились просто среди гор в какой-то деревне, где выращивают хлопок. Классно. И вот так вот он растет. И именно из этого нам шьют одежду. А вот это вот маленькие мандаринки. Мы заблудились. Мы в какой-то вообще непонятной маленькой деревне, где нет людей. И мы не знаем, куда дальше ехать. Но смотрите, я вам хочу показать как растет помело. Она просто огроменная. И вон там, вон там, вон там везде растут помелы повсюду. Даже в Яншо мы умудрились заблудиться. И теперь вот едем по такой дороге. Вадим пошел пешком. Я буду спускаться. И мы просто в каком-то лесу. Ура! Мы нашли здесь такую дамбу небольшую. И воды нет, поэтому мы смогли перебраться на нашу сторону. Такая красота. Кстати, в тот раз мы, по-моему, если я не ошибаюсь, с ребятами здесь купались в Яншо. Здесь прям такая чистая вода. И прекрасный вид открывается на горы. С этой стороны тоже красивый вид. Просто солнышко светит. Мы заехали в еще одну деревню. Небо стало более, кстати, таким голубым. И я хотел сказать то, что китайцы выращивают все везде. Каждый клочок земли у них просто задействован. Это настолько классно. Ребят, мы сели в поезд, чтобы вернуться обратно в Гуанчжоу. И сели в скоростной поезд, который купе. Вот он выглядит вот так. И получается просто поезда. Здесь вот такой вот номерок. Интересненько. А еще есть какие-то телевизоры, кнопки. Можно наушечки вставлять вон туда. Ну как тебе поезд? Мне не нравится. Я хочу ехать в обычном. Который сиденье. Потому что это очень странно. Скачал приложение GoPro на iPhone. Сейчас подключусь к камере. Подключил камеру к телефону. Теперь Вадим меня снимает. И это все можно вывести на телефон. Что, кстати, довольно-таки удобно. И вот я. О, он так, кстати, быстро реагирует. И тут же загрузились все мои фотографии, видео, которые я сделал. Прикольно. Их можно сохранить сразу на телефон и, допустим, выставить в тот же Instagram. А еще, ребят, советую всем приложение Quick Story. Это тоже от GoPro. Здесь вы можете создавать свои истории и выставлять их в Instagram, допустим, в Stories, ВКонтакте, на Facebook, куда угодно. Это очень удобно. Смотрите, например, я сейчас хочу создать видео из Яншо, из фотографий. Но вы можете создать не из фотографий, допустим, а из видео. Вообще из чего угодно. Выбираем все фотографии, которые были сделаны в Китае. Здесь не только в Яншо, на самом деле во всем Китае. Дальше вы можете редактировать. И сейчас, не знаю, выберем что-нибудь, например, вот это. Любимый Китай. Окей. Окей. Дальше, на самом деле, вы можете все что угодно тут корректировать. И прям под музыку, вот так вот из фотографий и то же самое из видео, получается целый Stories. И здесь очень много разных таких вот, можно назвать их, фильтров. Смотрите, сейчас и музыка поменяется. И вообще все поменяется. О, мне это даже больше нравится. И очень классно точно такие же делать с видео. И очень удобно прям с GoPro кидать фотографии сразу на телефон, через Wi-Fi передавать и создавать вот такие вот видюшки прям на улице. Все, ребят, я уже в Москве. И здесь просто адски, адски холодно после Гуанчжоу. Но я дальше передаю travel-марафон от GoPro и саму GoPro Hero 6 Black Паше. Так что смотрите его видео у него на Instagram-канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok